Девчата, а девчата, гоп до кучи. Гоп до кучи. Добрый вечер, друзья. У нас начинается очередной вебинар. У меня сегодня мощная группа поддержки. Сейчас вас познакомлю со своими внучатами. Вы еще всех не знаете. И это еще не все. Так, вот сюда, вот сюда лицо. И тогда можно будет еще ближе, 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 ближе. Ну-ка, представьте. Я Снежана. Так. Следующая. Следующая, следующая. Я Таня. А тебя не видно, надо, чтобы лицо было видно. Как-то ваша страна смотрит. Следующая. Ой, стесняется. Диана, иди сюда. Сюда, сюда лицо. Вот сюда, сюда. Я Полина. Полина. Очень приятно, Полина. Диана, иди сюда. Поздоровайся с людьми. Вот сюда. Лицо поближе ко мне. К моему уху. Здравствуйте. Как зовут? Диана. Очень приятно. Я надеюсь, что всем приятно видеть тебя, твое милое личико. Конечно. Так, все. Я дальше буду говорить как раз о детях. Вот. О том, что пора ремень нам взрослым брать. Отвечать вас от предыдущих привычек. Но это ладно. Вам это пока лучше не слышать. Так, Диана, там пельмени на кухне. Девчата сытые. Снежана, корми. Теперь о серьезных делах. Итак, значит, так совпало, что сегодня я с трудом, единственный раз за неделю дозвонился до Ирия Васильевича Бродского. Так. Девчата, закройте эту дверь пока. Вот эту, ага. И оказалось, что он лежал в больнице. Его на один день привезли. И завтра или сегодня снова в больницу. Значит, положение тяжелейшее. Я бы не стал бы этого говорить, но я должен отчитываться перед вами. Вот второй раз прислали и снова полторы тысячи рублей. Я от имени Юрия Васильевича и от своего поздравляю. Ну, в смысле, да, поздравляю с тем, что есть люди с такой душой. Это Пономарева и Юлия. Так. Теперь, значит, кроме того, что она прислала деньги, она прислала два письма. И вот эти советы я решил, почти спрашивая согласие, оба письма опубликовать. Потом прочтете. Потом. Потому что это очень важно для тех, кто уже в отчаянии, что все-таки есть где-то свет в конце тоннеля. Прочтете. Это она писала от души и рассказывала мне по телефону еще. Вот. И пожелаю Юрию Васильевичу выздоровления. Так. Теперь переходим ближе к нашим делам, к нашим проблемам. Сегодня вот весь мой рассказ, если успеем, он будет построен на всем, на противоречиях. Это как калейдоскоп. Это как моя конскамера, потому что так, как я расскажу, больше никто не расскажет. Вот. Итак, Москва. Итак, знаменитейший сад. Начальник сада, или как его, директор сада, великий садовод Сусов был в отъезде. Меня уже прогнали с московской конференции. Сказали, что... Ну, я уже говорил, короче, за критику, за то, что я сказал, что не годится вашей советы, господа ученые. И пошел в сад посмотреть, сравнить. Нашел исполняющую обязанности. Вот он на экране. Вот мы с ним хорошо пообщались. Вот записал мою фамилию, мою отчество, адрес. И сказал, что то, что выращивается в Сибири, а, мягко говоря, пока мы, как бы, ну, где-то слегка, как бы, опередили науку. Вот. И сказал, что ему это все интересно, он обязательно со мной свяжется. Но, правда, не связался. Почему я это говорю? Для контраста. Дело не во мне. Дело в том, что Европа действительно отстала. Но не вся. Смотрите, внимание. Перед вами человек, которого я отношу к новым лидерам, как бы это сказать-то, новая элита садоводческая, Макаров Алексей Иванович. Я хочу посвятить ему хотя бы полчаса из этого разговора. Значит, сразу скажу, потому что, когда я все это расскажу, я Бориса буду сказать главное. Итак, он не просто успешный садовод Алексей Иванович, он еще и владелец небольшого питомника, из той же серии, как я говорю, мини-питомников. Пока не готов и не в состоянии проблемы со связью, пока еще сильно мини. И только тем, кто к нему приедет, он может продать саженцы хорошего качества. Вот. Значит, для этого его сестра прислала мне, или жена, жена, прислала мне вот это письмо, как с ним связаться. Вот его адрес. Но только для тех, кто сядет в свою машину и приедет к нему лично. Речь идет о радиусе десятки, ну, может быть, сотни километров. Вот. Кто-то из вас далеко, но кто-то там рядом, из ваших друзей, знакомых родственников. Передайте. Есть возможность купить настоящие саженцы. А мы еще будем и будем с вами пинать эти питомники, которые для вас приготовили уже саженцы из Молдавии. Это еще север, чем Молдавия. А вдруг чудо выживет. Но еще южнее. Например, Италия. Вот. Где футбол играет зимой на зеленой траве. Так вот, значит, и телефон есть. Я выполнил свое обещание перед Алексеем Ивановичем. А теперь немножко расскажу об нем. Смотрите. Так. Так, так, так. Ах ты, если я вот тут. Если я сейчас. Ах, 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 ах. Вот его фотографии я тут приготовил. Вот. Я больше сейчас нажму, не испорчу ли я все. Боюсь. Не знаю. Давайте тогда пока продолжим. А за это время мне Антон Валерьевич позвонит с карты. Разрешит мне вот тут вот. Вот эти фотографии показать. Потому что картинка эта исчезнет. И, возможно, вообще не исчезнет. Поэтому я возвращаюсь пока обратно. Ах, 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 ах